В субботу на Елагином острове стартует двухдневный фестиваль стереолета. За свою 15-летнюю историю он стал настоящей визитной карточкой города. В свое время на этом музыкальном празднике выступали Air, Massive Attack, Nikkev и другие культовые группы. В этом году лайнап не менее впечатляющий. Итак, стереолета 2016 в цифрах. Это два дня, 18 часов, 4 сцены и более 40 артистов. Организаторы даже посчитали количество песен. Их будет порядка 420. Теперь о хедлайнерах. Во-первых, пост-рокеры Sigros. Выпущенный в 1999 году альбом с труднопроизносимым названием Agatis Beryon, что с исландского переводится как «хорошее начало», сделал группу культовой. Секрет успеха, как отмечают критики, в особом магнетизме и необычном звучании исландцев. Для стереолета атмосферные рокеры подготовили специальную программу. Еще одни интересные хедлайнеры. Crystal Castles. Их одноименный альбом под 39 номером попал в топ-100 величайших пластинок десятилетия по версии авторитетного издания New Musical Express. В начале карьеры музыканты ставили на обложку сингла фото Мадонны с фингалом, а в качестве промо использовали чужие фильмы, так скажем, для взрослых. Кстати, предыдущие два концерта Crystal Castles в Петербурге срывались. Надеемся, с третьего раза заход в Невскую акваторию будет более удачным. Еще одна команда, чуть менее известная, но не менее оригинальная. Joy Cut. Их выступление – настоящий эксперимент. Ну, представьте, на сцене два барабанщика молотят друг напротив друга без устали, а один электронщик дирижирует. Звучит так, словно в будущем роботы и люди делят органическую пищу и надежду. Так итальянцев описал один критик. Пятница, Марк Шнайдер Кунст, Нож для фрау Мюллер, On the Go и многие другие. В общем, целая обойма оригинальных команд. Кроме музыкальных зон, будут работать и тематические. Серия у фан с развлечениями для всей семьи, арт-площадка с подборкой произведений современного искусства и даже израильский пляж. Здесь вы сможете не только познакомиться с современной музыкой избранного народа, но и узнать, как, например, делать хумус, пучить еврит и сплясать народный танец хора. Для тех же, у кого сердце к экспериментам в эти выходные не лежит и хочется чего-нибудь классического, добро пожаловать на борт теплохода Людмила. С завтрашнего дня начинает свою работу Петербургская ассамблея театр на Неве. Струны трио «Музыка Невы» подготовила для пассажиров специальную программу. Марш из балета «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Увертюра Иоганна Штрауса и вальс «Святов Чайковского». А лауреат международных конкурсов Адель Юнхольц исполнит отрывок из оперы «Кармен», арио лаурето Джакомо Пучини и известные романсы. Кроме того, стихи будут читать на фоне петербургских красот. Пушкин, Блок, Маяковский, Есенин и другие русские классики. Внимание уделят и танцам. Вальс, полонез и даже балет исполнят на палубе теплохода. Подготовили для гостей и особый гастрономический ужин. Салат «Лебединое озеро». «Горячая говядина под печатью» и десерт «Матильда». Музыкальный корабль будет курсировать еженедельно в течение лета с четверга по субботам. Старт в Сенатской пристани в 7 вечера. И последнее на сегодня событие, которое скрасит вам выходные. Международный фестиваль «Петроджаз» пройдет в 12-й раз в Петербурге. Начиная уже с пятницы и вплоть до воскресенья на площади Островского свои сеты отыграют мировые звезды джаза. Например, впервые в России выступит квартет Яна Харберга, лучшего саксофониста, вот он здесь справа, Даскова Королевства, кстати, победителя Danish Musical Awards. Джазовые мелодии исполнят даже на арфе трио «Харп Тейст оф Джаз» из Италии. Также дебютирует на петербургской сцене. Большая танцевальная программа. Кроме выступлений пройдут мастер-классы по сальсе, линди-хопу и бачате. Интерактивную арт-программу подготовили. Художники будут рисовать джаз, звучащий на фестивале, а также все, что их вдохновит. Итак, событий много, осталось только сделать правильный выбор и проверить, что вдохновит вас.